Эта рубашка на заказ была сделана ха-ха. Вот в чем прикол. Все хотят качественные вещи, но никто не хочет платить за них. Парни, сегодня я поделюсь с вами секретами, как находить качественную одежду. Будь то рубашки, пиджаки или обувь. Готовы, парни? Поехали. Быстро найти хорошие джинсы? Смотрим на швы внизу штанины. Вот тут, где проходит окантовка. На что я смотрю на ровные одинарные линии. И я считаю количество швов на дюйм. Это должен быть красивый, качественный шов. Теперь сравним его вот с этим. Тут кругом разваливающиеся швы, каких хочешь типов. Суть в том, когда мы будем носить такие джинсы, то в скором времени швы разойдутся и начнут деформироваться. И это будет уже плохо выглядеть. Теперь сравним это с обычными рабочими джинсами. Смотрите, тут шов будет более простым, зато качественным. Это то, на что мы обращаем внимание в джинсах. Нам нужна функциональность и прочность, чтобы, когда мы их надели, они не разошлись по швам. Давайте поговорим про рубашки. Первым делом я смотрю на воротник. Я разворачиваю воротник и смотрю, есть ли у него штырки или косточки. Если их нет, это не означает, что рубашка плохая. Но это и не хороший признак. Потому что эти штырки помогают воротнику сохранять форму. Воротник сам по себе одна из самых дорогих частей рубашки. Поэтому вторая деталь, на которую я обращаю внимание, это количество стежков на дюйм. Это можно взять как определение качества. Я смотрю, чтобы было не менее 8 стежков на 1 дюйм. Если вы насчитали больше 14-16, то это отлично. 12 – это приемлемо. 10 – сойдет. Но если там уже 6, то такой шов будет плохо держаться, и воротник начнет сжиматься после стирки. Теперь перевернем рубашку и посмотрим на заднюю часть. Видим ли мы елочку? Это та часть, которая находится на плечах. Если вы видите на рубашке, что рисунок сходится в виде елочки, то это отличный знак качества. Потому что данная техника будет дороже. Обычно такое встречается в рубашках на заказ. Производители, которые так делают, уделяют большое внимание деталям. Говоря о деталях, предлагаю рассмотреть рубашки с полосками. Потому что с полосками есть дополнительные моменты, где производители могут накосячить. И это соблюдали ли они паттерн. Посмотрите, совпадают ли полоски. Потому что иногда требуются дополнительные куски ткани, из которых вырезается лекало, чтобы совместить с другими частями рубашки. Многие большие производители упускают это. Поэтому, если вы нашли таких, которые следят за такими моментами, то вы можете быть уверены, что они обращают внимание и на другие детали тоже. Одна из таких деталей находится в нижней части рубашки. В месте, где задняя часть рубашки крепится с передней частью. Там должен быть клин. Это дополнительный слой ткани в форме треугольника, который пришит в точке соединения. Зачем? Он предотвращает разрывы и добавляет к прочности шва. Что позволяет вашей рубашке прослужить вам намного дольше. Конечно, это добавляет к стоимости рубашки, но это отличный знак качества. Далее нам потребуется вывернуть рубашку шиворот на выворот. Все смотрят всегда только на внешнюю часть. Но если смотреть на внутреннюю, то можно понять, обращал ли производитель внимание на детали. Прошито ли все хорошо или из швов торчат нитки. Настолько ли аккуратно все сделано, что я могу эту рубашку надеть наизнанку и выглядеть при этом так же хорошо. Это служит отличным показателем качества, если изготовитель обратил внимание на внутреннюю сторону рубашки. Хорошо, вернемся к передней части рубашки и рассмотрим подложку. Ту часть рубашки, где находятся отверстия для пуговиц. Мы смотрим на то, как прошито отверстие для них. Они должны быть крепкими, без торчащих нитей. Мы смотрим каждое отверстие до самого низа. Переворачиваем ткани, там должны быть пришиты запасные пуговицы. Каждая хорошая рубашка идет с дополнительными пуговицами. Одна из этих пуговиц маленькая. Это пуговица для рукава. Ее мы можем найти на рукаве. Она крепится прямо перед манжетой. Итак, мы потихоньку добрались до манжет. Самые популярные манжеты это простые манжеты с одной пуговицей. Их очень просто подогнать под свой размер. Идеально, когда после того, как вы застегнете манжету, ваша рука не сможет проскользнуть внутрь или наружу. Если ваша рука проходит в отверстие, значит оно слишком большое и вам надо перешить пуговицу. Есть и другие стили, например, на двух пуговицах. Они чаще встречаются на рубашках под заказ. И, конечно, есть еще и французские манжеты. Это такие модные рубашки. И это никак не связано с качеством рубашки. Потому что некоторые производители косячат и в таких рубашках. Но если вы надели рубашку с французскими манжетами, тогда позаботьтесь и о запонках. Также на рубашках встречаются и инициалы. Такие вот инициалы – характерная деталь для рубашек на заказ. Но также можно встретить и у дорогих производителей, которые предоставляют возможность покупателям разместить свои инициалы на рубашке. Откуда это пошло? Немного историй. Раньше в больших семьях надо было разделять стирку. Потому что если у вас было семь братьев, и каждый носил белую рубашку каждый день, это примерно 50 рубашек, то навряд ли вы занимались бы тем, чтобы примерять каждую рубашку, чтобы найти свой размер. Нет, вы просто носили свои инициалы. Сегодня же людям нравится обозначать, что эта рубашка сшита на заказ. Ну и, конечно, пуговицы. Пуговицы – это отличный способ сразу распознать качество. Первым делом смотрим, пришиты ли пуговицы на свое место. Часто пуговицы пришиты, а бы как из них торчат нитки. Если пуговица пришита как надо, и у нее есть ножка, то есть если они обмотали несколько раз ниткой основания пуговицы так, чтобы появилось расстояние, и пуговицу было легче застегнуть и расстегнуть. Далее мы смотрим на тип пуговиц. Вот на этой рубашке перламутровые пуговицы. Перламутр – это когда пуговицы изготовлены из ракушек. Такие пуговицы были популярны до 20-х годов. Потом порошки начали размывать перламутр. Его начали заменять пластиком. Он прочнее и дешевле. В большинстве пуговиц вы встретите пластик. И в этом нет ничего плохого, но если вы увидите, что пуговицы перламутровые, то это круто. Сегодняшние порошки их не разъедают, а служат они дольше. Итак, мы только что рассмотрели много различных деталей стиля. Давайте же сейчас обсудим ткани. Ткань очень важна. Это основная часть сметы рубашки. Если вы смотрите на рубашку, и скажем, там говорится о египетском хлопке, или средиземноморском хлопке, это отличные показатели. Но лучше всего просто взять рубашку и помять в руке. Подержать секунд пять и отпустить. Да, может быть появится пару складок, но в целом она должна разгладиться сама по себе. Если же нет, то скорее всего это дешевая ткань. Хорошо поговорим о размере рубашки. Это также применяется к джинсам и пиджакам. Это применяется ко всему. Если вы видите, что у бренда есть только маленькие, средние и большие размеры, это плохой знак. Мы должны искать бренда, у которого есть большое разнообразие размеров. Ну или они должны специализироваться, скажем, на высоких худых мужчинах, или мы делаем одежду для больших парней. Мы сфокусированы на мужчинах ниже 170. Это отличный знак. Почему? Потому что они выбрали стратегию делать одежду для определенной аудитории, исключив большинство остальных. Поэтому лучше искать производителей, у которых есть облегающие размеры. У которых есть свободный покрой, которые очень специфичны. У них не просто маленькие, средние и большие размеры. У них есть размеры воротников, у них есть размеры рукавов, у них может даже есть мастерская в магазине. Это означает, что они обращают внимание на размер. Поэтому, когда у них большой выбор размеров и большой выбор стилей, если мы говорим о джинсах, то у них есть джинсы для плотных парней, для худых парней. Вот на эти показатели вам надо ориентироваться. Чем больше опций они предлагают, или чем точнее они сфокусированы, это явный показатель, что вы сможете подобрать одежду, которая будет вам по размеру. Давайте поговорим про пиджаки, разберем костюмные пиджаки, спорт пиджаки и блейзеры. Если вы знакомы с моей пирамидой стиля, то вы знаете, что я рассказываю о размере, стиле и материале. И когда вы покупаете дешевый пиджак, то вы идете на компромисс по всем этим пунктам. Я понимаю, что у кого-то может быть маленький бюджет, и вам нужна вещь на один раз. Ну, понятно, тогда вперед. Но вот что вы приносите в жертву. Когда речь идет и о размере, то у дешевых пиджаков вы можете выбрать между маленьким, средним или большим размером. Ну, или это будет обычный 42 размер. Без выбора, удлиненный или короткий стиль. Ну, или у них не будет утонченных рукавов, или они все будут широкие. Или когда вы поднимаете руки, то весь пиджак вместе с плечами задирается. Потому что тут огромная подмышка. Дизайн таких пиджаков нацелен на то, чтобы подойти как можно к большему типу фигур. Поэтому, если вы отнесете такой пиджак мастеру, то он немногое сможет с ним сделать. Он взглянет на ткань, на дизайн, на кройку. И скажет вам, что это того не стоит. Ты за него дал сотню баксов, а чтобы его исправить, придется потратиться еще на сотню. А то и на 200. И когда он его вскроет, то он обнаружит, что производитель не оставил дополнительной ткани для внесения поправок. Или сам дизайн сделан более утонченным. И когда мастер посмотрит на внутреннюю часть пиджака, он увидит подкладку. И знаете что? На дешевых пиджаках эта подкладка очень часто просто приклеена к пиджаку. Потому что это очень простой и дешевый способ производства пиджаков. Это стало нормальным за последние 30 лет. Но это все равно не то, как у гибкой подкладки. Разница между приклеенной подкладкой и гибкой подкладкой очевидна. Гибкую подкладку пришивали к пиджаку, а это занимает иногда 10, а иногда 20 или даже 30 часов. Поэтому такие пиджаки на порядок дороже. И к тому же со временем через 20 лет или даже через 10 лет она будет изменяться вместе с вами. Она как бы подстраивается под вас. Она сделана специально, чтобы изгибаться под ваше тело. Подклеенная так не делает. Может, в первый раз, когда вы взяли пиджак себе по размеру, то все было хорошо. Но после чистки и нескольких прогулок под жарким солнцем, вы пропитаете ее потом, и она начнет морщиться и изменяться. И в этом проблема дешевых пиджаков. Через пару лет они уже выглядят не очень хорошо. В отличие от гибкой подкладки, ее всегда можно подправить. Взгляните на плечики. В дешевых пиджаках в основном используется поролон. В моем пиджаке используется специальный хлопок. Вот такие маленькие детали. Давайте уточню, не все качественные пиджаки обладают гибкой подкладкой. Вот этот пиджак, он суперлегкий, у него особо даже и подкладки нет. Но люди хвастаются, что это от Лора Пиано. И очень хорошая итальянская ткань. Это мы можем часто видеть у дорогих производителей. Они будут хвастаться. Я упоминал функциональность. Что же я под этим подразумеваю? Это относится к стилю пиджака. Это вневременный дизайн, или это что-то, что выйдет из моды через 10 лет. Дешевые пиджаки часто следуют модным трендам. И они выглядят плохо, даже если они думают, что у них все получилось хорошо. Но у них могут быть слишком тонкие лацканы, и в целом пропорции будут нарушены. Ну а некоторые производители, которые знают, что делают, будут привносить интересные элементы в подкладку. Вроде цвета, или рисунка, или ткань. В общем, они будут идти в ногу вместе с топовыми производителями костюмов. И делать все правильно. У них есть дизайнеры, которые этому обучались. Они обращают внимание на все эти детали, и все это выглядит очень красиво. Ну а когда мы смотрим на ткань, то в целом надо подальше держаться от синтетики. Особенно пиджаков, которые на 100% сделаны из синтетических материалов. Ну, когда вы видите смесь 50 на 50, где 50 шерсти, а остальные 50 синтетика, то тут можно их понять, они стараются сэкономить. Потому что ткань, это, пожалуй, одна из самых дорогих смет пиджака. Поэтому следует быть аккуратным. Некоторые из них будет невозможно носить. Не могу сказать, что это просто кошмар, когда ты покупаешь синтетику. Но вот что хочу сказать, так это то, что надо понимать суть материала. Вот этот пиджак, он на 100% из льна. И я понимаю почему. Потому что это летний пиджак, он хорошо пропускает воздух. Поэтому если вы выбираете хлопок, то вы должны понимать, что вы получите от этого материала. Будет ли он служить цели, или это просто экономия от производителя. Совет, как быстро распознать, качественный ли пиджак. Смотрите на пуговицы. Это как и в рубашках. Как они пришиты, у этого даже есть ножки. Какой материал используется для них, у этого пиджака это рога. Использование рогов считается историческим наследием для пуговиц. Смотрим на пуговицы на рукаве. Работают ли они как пуговицы. Это, конечно, не всегда является признаком качества, особенно если этот пиджак с полки. Они просто хотят покрыть все типы людей, и парней с длинными руками тоже. Если у пиджака настоящие пуговицы на руках, то это либо пиджак на заказ, либо он сделан для более ограниченного типа мужчин. Потому что рукава на этом пиджаке, а не на дюйм короче. Вообще, в идеале укорачивать рукав тут у плечиков, но это очень трудоемкая и дорогая работа. Итак, вот этот пиджак, у него нет подкладки. Когда вы увидите пиджак без подкладки, или у него будет какая-то модная подкладка, то это тоже показатель качества. Возникает вопрос, почему? Они же используют меньше материала. Фишка в том, что они не могут спрятать то, что они обычно прячут за подкладкой. Поэтому в пиджаках без подкладки они думают о том, как все будет выглядеть. Они следят за тем, чтобы швы были аккуратными. Но это как разница между стационарными компьютерами и ноутбуками. Последние стоят больше, потому что все должно уместиться в маленьком корпусе и выглядеть красиво. Еще один признак хорошего пиджака, взгляните на заднюю часть. Если там двойной разрез, или в некоторых случаях его вообще нет, то это хороший знак. Если же это одинарный разрез, то это самый простой стиль, и его проще всего производить. Это самый старый стиль. Суть в том, что он не очень хорошо выглядит. Когда вы положите руки в карманы, у вас задерется задняя часть. Поэтому, парни, выбирайте двойной разрез на пиджаке. Итак, следующий способ находить хороший пиджак, вот тут на передней части, надо вложить лацкан кармана внутрь. Если это можно сделать, то портной обратил на это внимание, когда создавал пиджак. Но если ваши карманы зашиты, и вы не можете ими пользоваться, то не стоит переживать, их можно распороть. Их специально зашили, чтобы они во время транспортировки не порвались. Так что да, не забудьте распороть карман для платка, потому что вам он понадобится. Итак, быстро, как найти хорошие носки? Вот очень хороший индикатор, маленькие беговые собаки, это знак качества. Если серьезно, то взгляните на форму носка. Если она повторяет форму ноги, то это первый показатель. Если он просто формы цилиндра, то это плохой знак. Теперь взглянем на шов. Если он на самом краешке носка, то это плохо. Надо, чтобы шов заворачивался и проходил прямо над пальцами. Три сантиметра вглубь. Вот тут должен проходить шов. Далее мы проверяем, где находится резинка. Она должна быть на верхнем краю носка, а не занимать всю верхнюю его часть. И поговорим о размере. Это должен быть левый и правый. Он должен покрывать различные размеры ноги. Это отличные признаки хороших носков. И чуть не забыл спортивные или невидимые носки. Вот тут на пятке у них должен быть дополнительный слой, который будет удерживать носок, чтобы он, знаете, не скатывался и не забивался в обуви. Мне кажется, что это самое худшее ощущение. Да, это мерзко. Давайте теперь рассмотрим обувь. И первым делом я хочу обсудить вот эти ботинки. Они склеены. И сейчас кто-то из вас воскликнет, о, боги, они, наверное, плохого качества. Потому что я так обычно говорю. Но знаете, склеенные ботинки имеют свое место и время. Это ботинки военного дизайна. Они сделаны так, чтобы их не надо было перешивать. У них очень грубая, твердая подошва. Чтобы вы могли бежать, ходить по лесам и делать другие подобного рода вещи. И иногда некоторые модели склеенных ботинок отлично справляются с такой работой. Или беговые кроссовки. Как бы обувь такого типа не нуждается в прошивке Гудьерр или стежок Блейка. Да, это отличная качественная форма конструкции, но она подходит не для каждого типа обуви. Когда же дело касается прошивки Гудьерр, что это такое? Это определенный тип крепления подошвы к ботинку. Он соединяется при помощи ранта. А вот стежок Блейка не имеет ранта, а сшивается с обувью напрямую. Одна небольшая разница между ними, это дополнительный слой, который используется в прошивке Гудьерр. Это делает их чуть более водостойкими. Ну, а те, у кого не так часто идут дожди, скорее всего отдадут предпочтение более приятному внешнему виду прошивки Блейка. Поэтому все сводится к тому, что вы ищите. Если вы хотите понять, используется ли шов Гудьерр или Блейка, просто посмотрите на подошву. Вот тут чаще всего видны швы, и это отличный показатель. Кстати, производители сами об этом пишут, что они используют Блейк или Гудьерр. Потому что они так могут вас проинформировать, если вы ищете такие вот вещи. Но стоит быть внимательнее, потому что некоторые производители проглеивают обувь, и на подошве делают фальшивые стежки. Я видел такое, не понимаю, зачем вообще такое делать. Еще стоит обратить внимание на то, кожаная ли подошва. Многим это не нравится, потому что они боятся поскользнуться, но не стоит, вы можете добавить резиновую прослойку поверх. В общем, я к чему, теперь, когда вы посмотрите на подошву, вы сможете многое понять. А главное, запомните, что не вся обувь на клею плохая. Потому что на беговых кроссовках вам бы не понравился ни Гудьерр, ни Блейк. Это было бы неудобно, но тем не менее, когда вы выбираете себе беговые кроссовки, то вы в любом случае должны обращать внимание, думал ли производитель о размерах и функциональности. Видите, все время возвращаемся к пирамиде стиля. Когда дело касается обуви, смотрите на информацию, которую вам предоставляет изготовитель. Когда они пишут, что эта обувь сделана для данного рода деятельности, то это отличная вещь, так как это означает, что они уделили внимание деталям. А когда они заявляют, что эта обувь для всех, это означает, что она не для кого. Потому что, когда пытаешься создать вещь для всех, то это означает, что она не может быть хорошей в чем-то конкретном. И это правило очень хорошо работает для обуви. И, конечно, не забываем про верхнюю часть. Если производитель обратил внимание на материалы, которые он использовал, а это большая часть обуви, то это может говорить о том, что он также уделил внимание и подошве, и внутренней части обуви. Скажем, они тут использовали кожу. Также использовали различные контрасты, качественные шнурки. Все эти детали говорят мне, что мне не стоит беспокоиться о внутренней части этих кроссовок. А если вы все еще сомневаетесь, давайте взглянем на это. Когда дело касается внутренней части обуви, то существует огромная разница между дешевыми и качественными туфлями. Хотите узнать об этом? Тогда смотрите вот это вот видео, где я разрезаю дешевые туфли пополам. И также у меня для вас есть видео, где я разрезаю дорогие туфли пополам. А также я разрезаю качественные ботинки пополам. Ссылки вы найдете в описании к видео. В них вы сможете узнать больше о качественной обуви.